Дети как жители иностранные или пришельцы с других планет Являются в мир, где предметы странные, вещи которым названия нет И вот они ходят, пометки делая и выговаривая с трудом Это что у вас? Это дерево, а это? А это дом Но чем продолжительнее их странствие, они ведь сюда не на пару дней Они становятся... Талантливые дети Наш фильм, однако, не столько о них, сколько о взрослых Увы, у взрослых нет пока единого взгляда на то, что такое талант И можно ли развить его в каждом А если можно, то как? И с какого возраста начинать? Ливон начал рисовать в 12 лет В семье Агамо-Нукянов нет ни одного живописца Мама старший лаборант, папа кандидат технических наук Есть еще и сестра Катя, которая уже привыкла давать интервью Ну, я считаю, что если бы не было бы меня, он, наверное, никогда бы не стал рисовать Как-то по одному году я попросила его срисовать праздничную елочку Нам всем понравилось Но он начал сразу рисовать И так много работ за три года уже почти что свыше 500 работ у него Когда хвалили, что он хорошо рисует, что из него видит художник, я не верила Была такая теплая, хорошая весеная Рассказывает мама Ливона А где эти цвета? Ничего подобного я не вижу Все пока серое, природа пока не проснулась А он говорит, мама, неужели не видишь? Смотри, какой цвет это Посмотри, какой цвет это И когда он показал вот так, правда, что видишь, не все серое, а вот разноцветное И горы, и поля, и все И с того времени я уже поверила, что из него что-то видит, талант или что, я не знаю Но художник видит Папа, знаете, чем помогает? Помогает тем, что вот достает картон, и достает кисти, и достает краски А как можно вмешиваться? Так как мы не понимаем это Вмешиваться невозможно, мы создаем условия Встреча была интересной, но ясности не прибавилось Что, все дело в случае? Талант он или есть, или его, простите, нет? Мы не будем торопиться Примерно в то же время, когда Ливон впервые взял в руки кисти Высоко в горах, в маленьком селении Мегри Двое молодых художников, Адель и Авак Айропетяны Открыли филиал эстетического центра И стали принимать в него всех Мы хотели, во-первых, доказать, что все дети способны И они могут стать талантливыми людьми Талант не только вот Талант восприятия, понимания в искусстве А просто в жизни Когда я им задавала нарисовать красивую природу Мегри Они абсолютно эту красоту не смогли увидеть Увидеть В группе графики в основном маленькие дети С 4 до 7 лет Ну, естественно, им очень трудно работать Только с черным и белым Поэтому я придумала разные методы Одна из них – театр «Палец» Это где-то и наш стиль работы Мы в основном все Сами сочиняем Сами игры сочиняем Тот педагог, который занимается творчеством Он и сам учится от детей Естественно, он сам много научится от детей Потому что у нас, взрослых, очень мало хватает детского восприятия мира Это же прекрасное восприятие «Палец» 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 Субтитры подогнал «Симон» Что ж, будем надеяться, что в самое ближайшее время нам еще предстоит услышать о Мегри и о его талантливых детях. Плыл корабль по океану, по Тихому океану, летела муха, устала, и вдруг видит корабль, села муха на корабль. Показываю, муха села на корабль. А в подмосковном городе Реутове заслуженный учитель РСФСР Игорь Павлович Волков работает вот уже 30 с лишним лет. Мы на уроке у самых маленьких. Юле 6 лет. Нет, неправильно. Кто сможет показать? Ну иди, Женя, ты. Ну, это очень трудный вопрос. Ну, конечно, вот сюда вот, на краешек, конечно, все правильно. Здесь нарисовано три детальки. Очень похожи одна на другую. А здесь одна из них в двух видах. Посмотрели? А ну-ка, хором попробуем. Какая? Первая. Ну, вы знаете, что вы меня удивляете. Я думаю, что вы не отгадаете. Сейчас я закрою. Я сам должен запомнить. Это я тоже забыл. Так, я тоже запомнил. Давайте. Два, три, четыре, тридцать три, сорок шесть, сорок восемь, шесть, шесть, шесть. Вот теперь молодцы. Вот это работа, я понимаю. Первый раз у вас там не то что-то было. Дети обладают феноменальными способностями к различным видам деятельности. Но только один ребенок к одному виду деятельности, а другой к другому. Есть много потенциальных Ньютонов, Лермонтовых, Менделеевых. Но фундаментом до этого должно служить общее развитие. Если нет, допустим, у вас памяти, ну, как и кольку речь может быть о творчестве. Если у вас нет координации движения, то вы вряд ли что-нибудь изделие сможете сделать. Если у вас реакция медленная, то медленная обучаемость будет. И надо это делать в раннем возрасте. То есть мы это сделали в уроке творчества в начальных классах, начиная с 6-летнего возраста. Зашиваться один разочек для жизни это не опасно. А теперь, ребят, я дам уже сложные задачи. Вот мамочка попросила вам люстру подключить. На один лампочек на две лампочки, один на одну лампочку. Думать у доски нельзя. Федя, ты иди вот эту хочешь, да? Кто вот эту хочешь задачу решает? Иди, Виталик. Денис, иди вот эту решай. Всем хватит места, всем хватит. Валя, а ты вот эту решай. Ребят, вы не бойтесь, всем хватит, сейчас будут ошибки пойдут. Вы что, не все мастера, что ли? Так, Федя, ты что сделал? Посмотри, что получилось? На все три получилось. Ну давай, Оксана, иди, потому что ты сейчас вылезешь из кожи уже, из фартука вылезешь из своего. Ну вот, смотри, на две лампочки и на одну, Валя. Не поняла. Так, садись, у ребят он уже недовольный. Вот чего добивается Волг. Вслед за учителем ребята начинают верить, что смогут все. Честно говоря, нам показалось странным, что в других школах ничего подобного нет. Но что поделаешь, нетрадиционные педагогические взгляды воспринимаются с энтузиазмом не столько учителями, сколько родителями, особенно молодыми. Наверное, поэтому с последователями больше, чем Волкову, повезло Борису Палчу, Никитину. Он глава большой и дружной семьи, методовоспитания которой вот уже четверть века вызывает прямо-таки бешеные споры. Нельзя обязательно должно быть. Но тут же должно быть это нельзя, это можно. Мы пришли к выводу. Наказание есть, расплата ни в чем не винного ребенка за ошибки его родителей. Ребенок рождается в 29 врожденных рефлексов. Сосательный, хватательный, ползание, плавание, опорный, шаговый, там очень много их. Мы пускаем почему-то один сосательный. Все остальные у нас отмирают за ненадобности. И что мы делаем? Мы завернем его, положим, лежит он поленом и смотрит в белый потолок. И месяц смотрит, и два, и три. А у него стремительно развивается мозг. Когда у него мозг вырос, тогда мы его посылаем в школу набираться уму радость. Распеленать ребячью силу. Основной принцип семьи Никитина. Эти кадры мы сняли для тех, у кого образ Никитина стойко связан с босыми пятками на снегу. Борис Павлович, которому сегодня 70, с внуками. Там все-таки мы были хозяевами своих детей. Как всегда, отец с матерью решает все. А здесь мы, понимая больше, имеем значительно меньше прав. У меня никакого сонтажерка, у меня там она и небо ей быть не может. Мать не жертва. Она не должна быть никогда. Говорит Лена Алексеевна Никитина. Мать должна быть счастливой. Конечно, я счастлива еще бы. Собственно, ребенок всегда неизвестный. Всегда. Когда мы уже выросли, у меня есть какой-то опыт с малышами. Они уже не мои дети, уже совсем по-другому все. И вот это передает возможность мне расти, расти, расти. Талантливость вещь деликатная. И прямо говорить, что наши дети талантливы, я бы не решился. Но сказать, что наши дети отдадают большими возможностями, чем мы с мамой, это тоже имеет свою ценность, свою прекрасную сторону. Побывав в этой семье, мы поняли, что жить надо не ради детей, а вместе с ними. Не шумите. А разве мы шумели? Нет, это не внуки и не дети Никитина. Это их последователи. И воплощают они их методы. Каждый по-своему. Восемь пятых размер соблюдая, Таня хлопала дверью шуравя. За же камнем водила по стеклу. Коля пил по кастрюле в углу. Кир-пир-шоу! Они громко и редко. Не шумите! Сказал соседка. А никто и не думал шуметь. Восемь пел, ведь нельзя же не петь. А что голос у Васьки скрипучий? Так зато мы из груди скучи. А кто стучал, кто гремел, кто гудел. Постойте, а не слишком ли все просто? Создай условия, дай малышу попробовать свои силы. И талант созрел. Размышляя над этим, мы встретились с семьей осетинских. Полине всего 10 лет. Великолепное понимание автора и эпохи. Так о ней, восьмилетних, говорили специалисты-музыканты. Но Полина вовсе не вундеркинд, говорит ее отец, киносценарист Олег Осетинский. Она научилась разбирать ноты в пять лет, как и все. С тех пор они постигают музыку вместе с папой. Вместе тренировка памяти, упражнения, прогулки с 10-километровыми пробежками каждый день. КОНЕЦ В случае с Полиной подтвердилась еще раз мысль, брошенная на ходу Волкову. За каждым талантливым ребенком ищите взрослого. А если этот взрослый такой, как учитель рисования Александр Иванович Шевченко, можно считать, что детям повезло. Мы в украинском селе Прелестное, Донецкой области. КОНЕЦ 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 Вот это все должно быть. Так что у нас вопрос не только за сохранение мира, а и за сохранение тех кусочков жизни на земле, которые жить будем, если мир останется у нас, да? Александр Иванович учит не только рисование, он учит жизнь. И может быть поэтому работа его детей занимает заслуженные места на выставках самого высокого класса. Все великие писатели и поэты, и столько творчества видят в народном искусстве. Ну, как-то я над этим не задумывался, что у меня потом уже работают с детьми. Я действительно понял, особенно когда создавали музей. Если посмотреть на эти полотенца, на эти рубашки, сколько в них. И даже я сейчас уже смотрю и знаю, с каким настроением я галышевал человек. Там отражается в нем. Вот заходим к одной старушке, она говорит, есть у меня одно полотенце, мама еще галышевала. Для музея я дам. И вы знаете, как это была женщина старая, с этой морщиной, с сединой. И говорит таким голосом, это же моя мама своими ручками вышивала. Я сам вот какой-то тон в голову. И девчата вот носы повешали. Вот так эта старушка с такой теплотой, это звали со своей мамой. Вот такие в искусстве, это же их мечта. То, что думают, как воспринимают мир. Вот они все рисуют. Вот мальчишка залез на забор и говорит, я орел, я орел. Почему он так? Я орел. Я им абсолютно его почувствовал, поверил это. Выходит дежурный учитель. Ты чего оттуда залез? А ну, Маша, оттуда, и все. И нет уже орла. Уже просто на землю скрытый хулиган. Да пусть он покричит ребенка, пусть он побоит орлом. Хорошо же, да? Жить вместе с ребенком, а не рядом с ним, эта идея становится все более популярной. И расслабили, и убрали. Расслабили, и бросили кляксу. Расслабили, и бросили. И убрали, расслабляя. Ну, Вася, ну все внимание на себя. Ну, Вася. Взяли кисточку в руку, но представили себе, что кисточка длинная, и хвостик такой, да? А в другой руке у нас находится палитра. И там много-много красок. И вот, если я догадаюсь, что вы рисуете, тогда, значит, вы правильно рисуете. Только главное, чтобы вы видели вот этот вот холстик. Стоп! Или тут. Руки вот здесь. Круг. Круг. Грудная клетка на месте. И раз, два, три, четыре. Вот как трудно. Видите, сколько участков сразу тело. Родителям одного микрорайона в Останкине надоело оставаться за дверью, пока их дети учатся пластике, красоте и гармонии. И они встали рядом. Может, в этом повинен молодой энтузиаст Валерий Александрович? И обычный кружок пантомимы вырос в театр. Со своими костюмами. Со своими костюмами, декорациями, гастролами. Театр. Театр, девиз которого, гармоничным детям гармоничных родителей. Заканчивая рассказ о талантливых детях, Мы очень хотим, чтобы вы посмотрели на себя и на своих детей другими глазами. Еще им в диковинку наши нравы, И надо выучить все слова. А эти звери, а эти травы, Ну просто кружатся голова. И вот они ходят, Пометки делая и выговаривая с трудом. Это что у вас? Это дерево. Это дерево. А это? А это дом.